Я сейчас, знаете, чем занимаюсь? Вот говоря тоже, вот о безопасности говоря. Я сейчас занимаюсь вопиющим случаем, потому что это связано с моими друзьями из Харькова, у которых есть подруга в Харькове. Она, Светлана ее зовут, Светлана Камар. Ее сына убили. Вот Никита Камар, харьковчанин, молодой парень, он пришел в супермаркет просто, просто пришел в супермаркет. И подошел уже к кассе, он надкусил там что-то, начал кушать. Что-то ему сказали, слово за слово. Подошли охранники из полицейских, уволокли его в комнату специальную, в которой нет ни единой камеры. В комнате этой оказались потом полностью поломана вся мебель. Он вырвался, убегал. Они его догоняли и в спину выстрелили два раза, и парень погиб. Сейчас же нас смотрят миллионы людей, они знают, что в супермаркетах, во многих оказывается, принято так, там есть охранники, и они хотят подзаработать. Вот они таких людей ищут, и вообще подпивших и так далее. Заводят их в такие комнаты и начинают пугать. Сейчас, если не принесешь там столько-то денег, вымогательством занимается, чистым рэкетом, разбоем. Не принесешь столько-то денег, сейчас мы на тебя это и то, и то. 15 минут человек был в комнате, что с ним там делали, неизвестно. Молодой красивый парень, спортсмен, убегает, вот это уже видео есть, убегает, они ему стреляют в спину и убивают его. За что? За то, что он надкусил там что-то и пошел рассчитываться на кассе? И после этого начальник управления внутренних дел в Харьковской области, генерал Бех, говорит, действовали в рамках закона, набросился с ножом. Наркоман был вообще, наркоман. Я с мамой сегодня его говорил. Я говорю, он наркотики принимал, она говорит, у нас приличная семья, какие наркотики, вы что? Нормальный парень, ну, в Швеции работал, приехал в Харьков. Я, пользуясь случаем, хочу сказать, я аж системный. И пока я, как танк, не пройду это дело, я не успокоюсь. Знаете почему? Справедливости хочется. Потому что на месте этого парня мог быть любой, мои дети, не дай бог, кто-то еще, любой может быть. Пан Дмитрий, а какие перепоны? Я зашел, мне показали в Фейсбуке страничку этого человека, который убил этого парня. Ну, это надо видеть это лицо, это надо видеть эту переписку, это надо все видеть. Он, может, уже удалил все, но у меня скрыны полностью есть. Ну, эта же общественность должна этим заниматься. Ну, не может же быть в нашей стране безнаказанной несправедливости, черт побери. Ну, кто-то же должен за этим смотреть. Вот от этого тоже люди уезжают. От этого, от того, что преступники не сидят в тюрьме. От того, что можно вот так убить и сказать, наркоман с ножом бросился. От того, что ловят коррупционеров, они не сидят, никто, никто не сидит. Ну, всех ловят. А потому что схема одна. Украл на миллиард, 500 миллионов заплатил и дальше отдыхай. А может 700, я не знаю сколько. А вот на рівне таких злочинных охоронцов так само есть? Вот эти какие-то откаты, передавание грошей и так далее. Да, конечно, вся страна, вся страна вследствие отсутствия правил жизни по законам и наказания за неисполнение он их, вся страна живет на откатах в коррупции, в тени, в отсутствии элементарных человеческих правил общежития. Так не должно быть. Просто не должно быть. Даже в лесу звери знают каждый свой маневр. Дмитрий, слушайте.